Информационный центр Сектор Их идолы и капищи создаются усилиями новой псевдокультуры, оккультными организациями, тоталитарными сектами, часто пользуясь трудностями, с которыми сегодня сталкивается наш народ, эти зарубежные секты, миссионеры покупают души людей. Завербованные боевики. Религиозный экстремизм и сектанство в России. Мы Россия, новая, и с нами Бог! Это не религиозная организация, это выразившиеся боевики в красивые одежды, которые кого-то привлекают внимание. Помогите найти дочь. Родители объявляют войну секте. Доченька, родная моя, вернись домой, мы с отцом любим тебя и ждем. Ряженое под православие. Церковь Божией Матери Державная или секта Богородичный Центр? Благодать и благословение царицы собора праведных, святых и верных. Пресвятое тело нам рассказывает о своих беседах с Господом, и мы на небесах... Христианство с голливудской улыбкой. Секта Церкви Христа. Это что-то зажигающее, аминь! Свобода от совести. Правозащитники в защиту сект. Бабчисты, Печидесятники, Свящие Львовы, Адвенчисты седьмого дня. Это кришнаиты, это саентологи. Ваша организация вправе проповедовать свои идеи. Секты и церковь. В чем отличие? Беседа со священником Олегом Стеняевым. Наш Центр реабилитации может предоставить огромное количество свидетельств о том, как нарушаются права человека именно в тех или иных секторах, когда человека вынуждают продать его квартиру. Главная наша задача – это не сборка граммата, организации каких-то давлений политического характера. Главная наша задача – это разговор с Библией в руках. Это попытка донести религиозную позицию нашего православного исповедания до тех людей, которые оказались в стране далече от путей Господних. Фильм Александра Егорцева «Религиозные секты. Свобода от совести». Часть 2 Разыгрываемые на фоне православия «Религиозные секты» Православных декораций действа, которые вы сейчас видите, отнюдь не спектакль и не бальный танец. Это религиозная служба. На арене одного из московских стадионов свое богослужение проводит так называемая «Православная церковь Божией Матери Державная». Здесь свершаются главы апокалипсиса. Несколько лет назад в подмосковной Балашихе появился некий отец Андрей. Странный человек в рясе, как и полагается, с бородой и крестом. Называя себя православным священнослужителем, господин Савастицкий наконец получил для своей многочисленной семьи неплохую жилплощадь. Мы приехали из города Санкт-Петербурга в 1996 году по благословению нашего духовного отца, архиепископа Иоанна. Мы сами подвижники. Как позже выяснилось, так называемый отец Андрей к русской православной церкви никакого отношения не имел. Он был эмиссаром секты Богородичный центр. В его задачу входило создание в Балашихе одного из опорных центров этой секты и вовлечение новых адептов из числа рядовых граждан и военнослужащих района. В Москве один из главных духовных офисов Богородичного центра расположен недалеко от Савеловского вокзала. Это так называемый Дом Божией Матери. Здесь живут очень божие люди. Вот что это вообще? Это православная церковь. А кто там главный настоятель, как это называется? Ну мы не знаем. Здесь очень божие люди живут. Завидев телекамеру, божьи люди почему-то сразу попрятались, наглухо закрыв окна и дверь. Московский стадион «Динамо». Здесь проходит очередной собор Божией Матери. Прямо через футбольное поле молитвенная процессия направляется на сцену, оборудованную иконостасом и электромузыкальной установкой. Выкрикнув в микрофон душеспасительную проповедь, некий гражданин в святастом Балахоне дает знак к началу литургии. Благодать и благословение царицы собора праведных, святых и верных! Батарея супердинамиков оглашает весь стадион духовной электромузыкой. И десятка три отцов вместе с паствой бросаются бить земные поклоны, похожие на какой-то бальный танец. Еще минута, и священники, взяв в пару по матушке, пускаются в пляс. Всех присутствующих охватывает экстаз. Я, может быть, такой немножко неожиданный пример приведу. Один западный богослов назвал сатану обезьяной бога. То есть имитация божественной литургии, кощунственное искажение. Отсюда, вот это их так называемая пластическая молитва, то есть, простите меня, хороводы или какие-то там телодвижения, немножко даже, может быть, непристойные с точки зрения наших традиций. Я думаю, что вот именно это вот действие силы вражей, то есть бесы заставляет как на ниточках дергаться этих сектантов. Впрочем, для нашей съемочной группы духовная дискотека на стадионе «Динамо» длилась недолго. Не прошло и получаса, как нас обступила бригада отцов вместе с каким-то амбалом. По их словам, им в духе открылось, что нам снимать нельзя. Специалистам, религиоведам, а также юристам организация «Богородичный центр» известна под разными юридическими названиями. Фонд «Новой Святой Руси», «Церковь Божией Матери Преображающаяся», «Российская Вселенская Марианская Церковь». Последнюю перерегистрацию секта прошла под именем «Православной Церкви Божией Матери Державная». Бедное Министерство Юстиции, похоже, уже запуталось во всех этих названиях. Вот что интересно получается, какая ситуация получается с Богородичным центром. Если брать их основополагающие документы, это уставы. Первый устав был зарегистрирован в 1992 году. Это был гражданский устав общины Церкви Божией Матери Преображающейся. Здесь не сказано ни слова о том, что данная церковь исповедует православие. Потом уставы проходили многочисленные перерегистрации. В частности, можно взять устав 1996 года. Это уже устав религиозной организации «Православная Церковь Божией Матери Державная». Название уже изменилось. Здесь то, что касается деятельности этой организации, то цели и задачи этой религиозной организации – это исповедание православного вероисповедания, Богородичные ветви. Далее, по годам, если брать другие уставы этих же общин Богородичного центра, вот устав, например, православной общины Божией Матери Владимирская, православной Церкви Божией Матери Державная, написано, что эта церковь исповедует православно-кафолическое вероисповедание. То есть, какое же вероисповедание данной ситуации у этой церкви, немножко непонятно. И то, что касается Богородичного центра, вообще огласке широкой не подлежит. Это какой-то некой табу, такая мистическая организация, опять же, непонятно какого, то ли это католико-православные, то ли это православно-богородичники, то ли это просто-богородичники, то ли это просто элементарные сектанты. Православной Церковью Божией Матери Державная руководит так называемый архиепископ Иоанн Береславский. Иоанн Береславский, архиепископ, родился в 1946 году. Литературный псевдоним Вениамин Яковлев. Настоящее имя Вениамин Янкельман. Вот уже более 10 лет Иоанн Береславский регулярно слышит голоса Божией Матери, которая якобы диктует ему некие откровения для всего мира. Мой слух слышит Божью Матерь не только непосредственно, но и говорящим ее во всех странах мира. Это была основная причина, по которой я, в общем, уже не имея земного зрения, написал две книги о ее явлениях. Пресвятая тела нам рассказывает о своих беседах с Господом, и мы его не писали. По некоторым сведениям, лидер Богородичного центра с 71-го года наблюдался в психоневрологическом диспансере с диагнозом параноидная шизофрения и дважды лечился в психбольницах Москвы. Я в последний хочу идти. Капитан, он в последний уходит с суды. Я от святых пришел. А ты от кого пришла? От Сталина ты пришла? Иди к Сталину. Иди к Сталину. Дух святой запоряди себя. О, ваши коммунисты, иди вас на покаяние. И не прикрывайся православиям. Я есть православный. Сатана! Наиболее деструктивными культами, по нашим данным, является Белое Братство, Аумсинрикё, японская секта, Богородичный центр в тех своих проявлениях, которые имели место 2-3 года тому назад. Это также секта Виссарион. Это свидетели Иеговы. Это в прошлом некоторое отделение движения сознания Кришны. Вот это наиболее такие выраженные организации, которые по нашим наблюдениям оказывали деструктивное влияние на личность, на психическое состояние, на духовное здоровье людей. Церковь Божия и Матери Державная закрытая и весьма воинствующая секта. С ранних пор ей свойственны экстремистские установки и крайняя агрессивность по отношению к Русской Православной Церкви. Это не ваша церковь. Мы действительно не ваша церковь. Мы истинная святая церковь. Мы церковь верных свинов. Мы истинная церковь, но не ваша церковь. Мы Россия новая. И с нами Бог. 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 Секта эта очень агрессивна и индивидуально опасна для каждого человека, который соприкасается с ней. По учению богородичников все мировое зло заключено в женщине. Поэтому в ранней литературе секты женщин и даже родную мать было принято именовать порой не иначе, как непристойным матерным словом. При этом в книгах Береславского прослеживалась нездоровая зацикленность на половых органах. Образилось руководство Моссовета с просьбой дать заключение по поводу богородичного центра. Меня поразил и тексты, которые мне были даны. Надо полагать, что писали взрослые иллюзии, а впечатление такое, что писали юнцы, у которых очень сложные сексуальные проблемы, связанные с половым созреванием. Возможно, именно под воздействием лидеров женоненавистников, один из их адептов сошел с ума. Так, после вовлечения в секту, юноша начал называть родную мать дьяволицей. Введя дневниковые записи, бедняга пообещал богородице убить родных с помощью топора и снотворного, а затем покончить и с собой. Бесконтрольная широкомасштабная деятельность новых, так называемых, нетрадиционных религиозных организаций, а по сути дела деструктивных религиозных культов, представляет серьезнейшую опасность для духовного, психического, физического здоровья населения и для общества в целом. Еще в 93-м году, после проверки деятельности Богородичного центра, Министерство внутренних дел сделало заключение. Организация Береславского проповедует культ насилия и ненависти, вплоть до кровопролития. Многие из прихожан, доведенные до полного физического и умственного истощения, пытались покончить жизнь самоубийством. Регистрация религиозной организации Богородичный центр нецелесообразна. В 99-м году в Балашихе в одну из семей пришла беда. Полтора года назад мой муж ушел в Богородичный центр. Человек изменился полностью, стал другим. Из семьи он ушел. Сейчас вообще ситуация дошла до абсурда такого, что эти люди собираются отнять у меня ребенка, забрать через суд официально. Возможно, Богородичникам просто понадобилась квартира этой женщины. Долгое время Елена и ее сын жили под страхом физической расправы со стороны сектантов. Но даже страх смерти тогда отступал перед любовью к сыну. В любой момент могут войти, ворваться, сделать тут что угодно. Я вот в такой обстановке живу. Это невозможно вынести. Я устала бояться. Я сейчас борюсь с ними. В настоящее время в Балашихе Богородичники развернули небывалую активность. Люди приходили и рассказывали вот буквально следующее, что члены этой секты выдают себя за православных священнослужителей, причем ссылаются конкретно на то, что они служат в нашем храме, и вот нужна им какая-то помощь. Директор автоколонны, к которому они обратились, якобы от имени нашего храма, для того, чтобы он ремонтировал им бесплатно их автомобили. Отелье, в которое они пришли шить для женщин, подчеркну, для женщин богослужебные одежды бесплатно. Директор кинотеатра, к которому они пришли от имени якобы нашего храма для того, чтобы провести свое сборище, выдавали все время себя именно за священнослужителей нашего храма. Это не анонимность, это прямое мошенничество Во-первых, это прямое нарушение статьи 8. Религиозная организация обязана указывать свое полное наименование при осуществлении деятельности. Это требование является нормативным, то есть любая организация должна его соблюдать. Это говорит о том, что религиозная организация не имеет права действовать анонимно. То есть при любой деятельности организации, церкви, другой какой-либо конфессии, она должна указывать свое полное наименование, чтобы человек знал, с какими людьми он говорит и кто к нему конкретно обращается. Иногда можно сказать, что здесь даже могут быть применены некоторые нормы и уголовного кодекса, в зависимости от того, какие последствия повлекли за собой деятельность этих священников. «Слава, проложивший нам светлые пути к спасению! Слава, слава! Пьет, да будет там! Аминь, 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 аминь!» У них отец Евгений полковник. Они даже вербуют уголовников. Да, там много тюремщиков у них. Нина Ивановна Золотарева, в прошлом учитель химии и биологии, в 97-м году попала в Богородичный центр. Недавно, под давлением отцов-богородичников, Нина Ивановна лишилась своей квартиры. Предлагали сделать фиктивный брак с владыкой. Что за владыка? Так, и отец Иоанн Береславский. Но они там не одной, они многим предлагают это делать. И говорят, что ради Божьей Матери надо жить на вокзале два года. Говорят, что Иисус Христос разрушит все православные церкви и оставит только их центр богородичный, их актовый зал. Я осталась и без средств существования. Сын у меня сейчас такой больной, в больнице лежит. И без конца угрозы, без конца... Сейчас Нину Ивановну приютили в одном из православных монастырей. Но все равно она боится за свою жизнь, так как богородичники не раз уже ей угрожали. Они мне сказали, что если я выступлю на телевидении, если в газетах, то все равно меня Бог покарает, что я буду проклятой, чтоб я сдохла. Они так мне говорят. Православные батюшки так не говорят. Как у них наказание происходит? Тысячу поклонов, и ты должна всю ночь молиться и спать сутки два часа. И мы сегодня от лица новомучеников российских, от лица всех истерзанных архиереев, призывая кровь праведных, отправленного Абеля, пролитую с землю, анафему посылали. Анафему! Это люди-грабители. Столько молодежи там гибнет, детей. Люди, откликнитесь, раскройте свои глаза, не приходите туда никогда, не пускайте своих детей. Жители Балашифи в своем большинстве даже и не подозревают, что частная школа с лирическим названием «Вечная весна» непосредственно связана с Богородичным центром. Наряду с общеобразовательными предметами детки постигают в ней азы сектантского вероучения. Простите, вы кто, откуда и что вы хотите? У меня очень много проблем у моей школы, она у меня благородительная. Школа как-то связана с всякой Божьей Матерью Державной? Давайте так, мы с вами договорились со встречи, да? Кстати, именно в этой школе учатся и многочисленные потомства Андрея Савастицкого, отца Богородичника. У нас самые благие намерения, которые, видимо, испытывает каждый россиянин, каждый отец и мать и дети, которые сегодня нарождаются на этой земле. Ну, вот, не все может быть получается так, как нам хотелось бы. Полтора года назад значительным ударом для богородичников стал рейд правоохранительных органов по подвалам московских домов. В подвале дома номер 18 в Пушкаревом переулке милиционеры обнаружили дом Божьей Матери. После обыска в сектантском офисе этот центр был закрыт, а двери заварены. Но тревогу вызывает информация о том, что, возможно, в распоряжении Богородичного центра имеются собственные боевики, завербованные в секту из числа бывших военнослужащих и уголовников. Я могу сказать, что это не религиозная организация. Это вырядившиеся боевики в красивые одежды, которые там кого-то привлекают внимание, там, старушек и каких-то новых военных, там, ребят, которые только-только пришли в армию. Красивая одежда, резкие движения, жесты, которые, конечно, человека возбуждают, у не всякого сомнения. Понимаете, ведь это страшно смотреть. С одной стороны страшно, а с другой стороны как бы появляется синдром толпы. Человек как бы зомбируется, он становится неуправляемым, и он подчиняется тому, от кого исходит этот отрицательный заряд. То есть это военно-выземная организация, которая может подчинить себе армию. Ну, а тем более уголовников. Человек, вышедший из тюрьмы, он, естественно, подчиняется более сильному человеку и исполняет его любую волю. Правильно? Ведь есть же свои законы в тюрьме. Человек, вышедший из тюрьмы, он, естественно, законы тюрьмы будет перенести, пытаться перенести в мирскую жизнь. И обращение к таким маргинальным, как бы, членам общества, оно именно вызвано не желанием помочь социально незащищенным, а желанием завербовать тех, кто будет представлять для них определенную ценность. То есть рекрутировать в свои ряды тех, кто для них нужен, как некая силовая структура. По мнению специалистов, Церковь Божией Матери Державная представляет серьезную опасность для общества, так как в ее рядах может быть немало фанатичных адептов с поврежденной психикой, которые готовы выполнить любой приказ своего лидера. Тем не менее, складывается впечатление, что Министерство юстиции и правоохранительные органы этого как бы не замечают. По крайней мере, в последнее время никаких реальных шагов по контролю за деятельностью этой секты предпринято не было. Насколько я знаю, все секты наши, которые действуют в России, действуют свободно, действуют легко. У них, ну не то, что большое количество последователей, но по крайней мере, уголовного преследования против какой-либо секты в последнее время я, например, не слышала об этом. Только после скандала Саумси на реке, когда были конкретные жертвы, вот тогда эта секта была запрещена. Да и то она действует подпольно, насколько я знаю. Я так думаю, что здесь есть часть и нежелания каких-то чиновников закрыть эти секты, какие-то меры принять, серьезные меры для закрытия такую организацию. Они, конечно, все в основном связаны с Западом. Это видно на основании тех документов, которые имеются. У меня в том числе это экспертные заключения, это независимые институты при ООН, и негосударственные институты при ООН, которые, находясь в Америке, дают какое-то свое заключение о том, что Богородичный Центр в России, и это хорошо. А потом это страшно связываться с деятельностью какой-то секты, причем зная, что они обладают большим набором всевозможных негативных средств от похищения людей, не касаясь Богородичного Центра, просто говоря о сектах, от похищения людей до хранения оружия, до наркотиков. Иногда, может быть, и страшно. А может быть, мы сами православные даже некоторым образом не принимаем должных мер. Я призываю всех граждан, которые собрались здесь, которые исповедуют православие, для которых до раза наша православная и соборная русская церковь покинуть этот зал и уйти. А ну иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Куда не пойдешь? Стой здесь! А я белый! А ты белый! Я хрестов! Нет, я в тебя стрелять буду! Стой здесь! Стой здесь! Стой здесь! Ты не будешь на лобочке! Не, спасите! Не обязательно там закрывать организацию, но обязательно дать информацию, чем занимается та или иная секта. Православная это вера или не православная? Опасна она для жизни и здоровья или нет? Вот кому обращаться, от кого зависит это решение в данной ситуации в наше время я не могу сказать, я не знаю. Когда трупы, так это в плохом смысле, да, в кавычках, хорошо для принятия каких-то решительных мер, а с другой стороны, может быть, тут есть еще и такой момент, что все материалы по сектам, многие материалы по сектам, которые имелись на руках, они просто до конца не доведены. Собраны материалы, а те люди, чиновники, от которых зависит конкретное решение, вот это им уже неинтересно. В итоге, пострадавшие россияне остаются брошенными на произвол могущественных сектам и филозных группировок. Как учит история последних лет, в России государство стыдливо отворачивается от проблем собственных граждан, в который раз внушая им, что спасение утопающих дело рук самих утопающих. сегодня мы расскажем о так называемой Московской Церкви Христа или МЦХ. Эта секта вербует в основном молодежь. Хочу подчеркнуть, что любительские материалы внутри МЦХ предоставили нам бывшие адепты этой секты. Это один из способов вербовки в Московскую Церковь Христа или МЦХ. Наверняка и к вам на улице, в метро или в институте подходили обаятельные юноши и девушки и неожиданно предлагали поговорить о Библии. Ради интереса вы отправляетесь в ближайший кинотеатр, где проходит собрание этой молодежной секты. Не успели вы войти в зал, а к вам уже подсаживаются заботливые молодые люди. Члены МЦХ называют себя учениками, учениками Бога. Привычное обращение Здравствуй, брат! Привет, сестра! Во время богослужения братья и сестры читают молитвы, хлопают в ладоши и поют духовные гимны, ритмы которых чем-то напоминают речевки американских солдат. Сегодня в программе пение, концерт, причастие, спектакль. Наступает кульминация. На сцену в трибуне поднимается с иголочки одетый под аплодисменты и уллюлюканье зрителей он раскрывает Библию. Начинается долгожданная проповедь. Я знаю всегда на горячую тема. Это тем, что интересует нас. Это всегда что-то зажигающее. Аминь! Артистичная проповедь, усиленная супердинамиками, давит на психику и производит сильное впечатление. Аудитория впадает в дружный экстаз. Молодежь, она ищет во что поверить. Им предлагают в принципе ну легкую веру. Потому что она как бы проходит очень весело эта вера. То есть она не заставляет трудиться, думать. Как бы все это происходит очень легко и весело. Международная церковь Христа была основана совсем недавно в 1979 году в Бостоне молодым пастором Кипом Маккином. Перед сектой стоит благородная цель евангелизации всего мира в течение жизни одного поколения. На сегодняшний день в Московскую церковь Христа вовлечено приблизительно 2500 последователей. Крещение обращенного в новую веру происходит без церемонии таинства. Брата достаточно окунуть в домашнюю ванну. А пузыри на воде верный признак того, что на адепта сошла благодать. Главное только не переусердствовать. Аминь, 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 аминь. Чтобы не прозевать тот светлый час, когда весь мир будет обращен в гостонскую веру, в церкви Христа ведется статистика, строжайший учет всех членов, а также новичков. Статистика ведется следующим образом. Один человек или два человека стоят во время собрания, когда нормальные люди слушают проповедь, молятся. Эти два персонажа считают головы людей по головам. Затем все данные о количестве присутствующих братьев, сестер и гостей передаются руководителю и вносятся в компьютер. Эти документы доступны лишь особо посвященным. Оказывается, за посещаемость богослужений в церкви Христа еженедельно выставляются оценки. В случае прогула провинившийся брат или сестра обязаны указать причину своего отсутствия. Чтобы ряды МЦХ пополнялись и росла статистика, лидеры заставляют своих адептов регулярно ходить по улицам и приглашать новых гостей. Раз в месяц составляются компьютерные диаграммы, показывающие количество гостей на брата. Каждый раз давали маленькие анкеты, которые мы должны были заполнять. Так, в 1994 году юные евангелизаторы, отправляясь на задание, получали специальные инструкции по вербовке. Им предлагалось пригласить следующих людей. милиционер, юноша в джинсах, пожарник, девушка в платье в горошек, солдат, девушка в красном платье, лысый мужчина, мужчина в машине, девушка с рюкзаком, юноша с девушкой, продавщица мороженого и так далее. При этом фиксировались имена и телефоны приглашенных. Судя по схеме, МЦХ поделила Москву на сектора и зоны влияния. В каждой зоне два лидера. Один среди юношей, другой среди девушек. Первоначальная финансовая подпитка Московской Церкви Христа осуществлялась из Лос-Анджелеса. Но в последние годы МЦХ перешла на самофинансирование и прежде всего за счет добровольных пожертвований. И, пожалуй, все было бы ничего, если бы в адептах Церкви Христа не культивировалась гордыня, невероятная уверенность в собственной святости, а, соответственно, и презрение ко всем остальным нечленам секты. Если бы в МЦХ не насаждалась неприязнь к Русской Православной Церкви, если бы бостонское движение под недревлющим оком американских наставников не отчуждало нашу молодежь от традиционных духовных и культурных ценностей России. От деятельности МЦХ страдают не только адепты, но и их родители. Вот у меня младший сын бросает институт. И сейчас, конечно, об учебе пока не говорит. Вот старший сын даже бросал работу. Я чувствую, что у них, конечно, просто вот тают силы, интеллект угасает. Вырваться из цепких лапсектантов не так-то просто, однако и жизнеотступников спокойной назвать нельзя. Те конторы, им удалось покинуть эту организацию, в их почтовый ящик опускают такие записочки, где написано «Ходи, брат, и оглядывайся». То есть идут явные угрозы. По старой доброй традиции правоохранительные органы в религиозные конфликты предпочитают не вмешиваться, предлагая стерзанным матерям самим решать свои проблемы. Мы оказываемся просто брошены. Нас, получается, это никто не слышит. В Москве уже многие годы действует Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий. Им руководит известный специалист в области сектоведения, священник Олег Стеняев. Отец Олег, вот как вы думаете, почему в России сейчас так много молодежи попадает в религиозные секты? Я думаю, что то, что мы увидели на экране, вот это большое количество молодых людей, которые собираются на собрание этой секты, это может шокировать человека. И кто-то, может быть, подумал о том, что надо что-то делать, надо что-то менять, почему эти проповедники сюда приезжают, почему они могут так вот здесь пропагандировать свою идеологию, так открыто. Я подумал совсем о другом. Ведь дело в том, что почти 90% тех людей, которые находятся в разных сектах, в том числе и в тоталитарных, это люди, которые в детстве были крещены в православной церкви. И мне известно, что прежде чем попасть в ту или иную секту, многие сектанты, они заходили в православные храмы. Когда мне приходится общаться с сектантами, я задаю вопрос, а неужели вы не задумывались о православии? И почти 80% говорят, да, мы заходили в православный храм. Но то ли священник был очень занят, куда-то спешил, то ли проходила служба, и этот человек не знал расписания, когда можно будет побеседовать с дежурным священником. Поэтому этот вопрос мы должны адресовать прежде всего к себе, почему наша паства от нас разбежалась. Мы были недостаточно внимательны к этим людям. Секты были всегда. На всем протяжении истории христианства были секты, и большую часть своего существования они существовали именно де-факто, без всякой регистрации. И гонения, которые они испытывали, только усиливали их, сплачивали их ряды. Поэтому нормальная альтернатива, здоровая альтернатива сектантской экспансии – это приходская жизнь, это религиозная активность православных священнослужителей. Ведь патриарх часто говорит о том, что каждый приход русской православной церкви должен быть миссионерским приходом. И если у нас что-то и получается в нашей работе, то это только потому, что мы смогли на приходе создать такую систему общения с этими людьми, которые заблудились, ушли в разные секты, что они чувствуют себя в православном храме не случайными людьми, не прохожанами, которые пришли и ушли, а настоящими прихожанами. Отец Олег, ну вот мы знаем кришнаитов, саентологов, мормонов, мунитов, свидетелей Иеговы. Из каких неорелигиозных движений наиболее трудно вернуть человека к нормальной жизни? Вы знаете, очень трудно выводить людей из сект, где используются психотропные средства, как, например, в свое время в секте Аума Синерке употребляли так называемые чистые витамины. Есть секты, где всевозможные аутотренинги, всевозможные происходят какие-то оккультные манипуляции, оккультные манипуляции над людьми, их сажают на какую-то жесткую диету, им повелевают читать только ту литературу, которая разрешена в этой секте. Я никогда не забуду, когда я был в Индии в миссионерской поездке, я посетил Вриндаван, это удивительный, красивый, древний город, и там я был в Гурукуле, где в том числе учились и дети из России. И я спросил их, ну вы тут хоть что-нибудь читаете из литературы? Они говорят, вот Бхагават Гита, Шримад Бхагават, Махабхарату читаем. Я говорю, а художественную литературу вы читаете? Они говорят, ну вот Махабхарату, Ромайену. Я так подумал, у них преподаватели тут американцы в основном в этой Гурукуле. Я говорю, может быть, Марк Твена читаете, может быть, там Драйзера, каких-то других американских писателей известных. Ряд имен назвал, они не знают этих имен. А что говорить об имени Достоевского, об имени Толстого, Чехова, Бунина? Люди, попадая вот в такие секты, они оказываются в секты замкнутые, в состоянии внутренней миграции. Вот это состояние внутренней миграции, оно очень опасно. С одной стороны, человек россиянин, а у него же другое имя. Посмотрите, как меняется менталитет у молодых людей из секты Церковь Христа, Московской Церковь Христа. Они начинают говорить друг с другом, друг с американским акцентом. Это русские, юноши, девушки. Внутренняя миграция, раздвоенность, какая-то шизоприничная раздвоенность бытия. Человек живет в одной среде, в одном окружении, и он создает для себя какой-то искусственный мир, где решают за него, может он иметь в своей семье детей или нет. Например, когда свидетели Игова поступают на работу в известный поселок Солнечный, он дает подписку, что он не будет иметь детей должности в этом центре. Или за человека решают, как ему одеваться, что ему есть, что ему не есть. То есть, по сути, над человеком устанавливается тотальный контроль? Я думаю, что человек в православии более свободен, потому что православие это национальная церковь, и православие не осуществляет такой жесткий контроль за человеком, как это делается в секте, что они должны заполнять какие-то бесконечные анкеты, чтобы мне причастить человека. Мне не надо сувать ему анкету. Чтобы исповедовать человека, мне не нужна его автобиография. Есть исповедь, но есть тайны исповеди. А ту информацию, которую, например, саентологи собирают со своих верующих, достаточно посмотреть эти вопросники, сразу можно убедиться, что в первую очередь они хотят узнать о человеке. То, с помощью чего они потом смогут шантажировать этого человека. Мы с вами сейчас говорили преимущественно о христианских сектах и движениях, но в России сейчас появляются, как грибы после дождя, многочисленные оккультные центры, которые обучают йоги, тантре, и они очень популярны. Получается, как в песне удобную религию придумали индусы. В рамках проводимой в Москве выставки «Планета и здоровье» 2001 год в подвале экспериментальной школы номер 204 прошел второй международный фестиваль оккультистов под кодовым названием «Мужчина и женщина». В программе фестиваля рациональная йога и тантрический секс, карма, семья и шаманизм, любовно-эротическое кулинарное шоу, духовное воспитание и вообще полный дзен между мужчиной и женщиной. Мы на практике учимся взаимодействовать друг с другом не как рабы, не как алчные существа, как боги, как богини, как совершенные существа. Первоначально фестиваль «Мужчина и женщина» предполагалось провести в школе номер 201 имени Зои Космодемьянской. Однако после вмешательства общественного комитета за нравственное возрождение отечества из 201 школы йогов со скандалом вытурили. Фестиваль Мэй же пришлось провести в подвале школы имени Горького. Кто-то наехал на вас? Да, это есть такие патриоты России, это смесь ортодоксальных или бывших коммунистов с реакционными служителями культа, так сказать. Это борцы за нравственность. Я не знаю, куда они смотрят. Для них слово сочетание «праздник любви» почему-то вызывает ассоциации или свального греха, или еще неизвестно чего. Вы посмотрите, что здесь делается, какие люди. Перед тренингом заслуженного инструктора Игоря Низовейбатька прямо в спортзале специально для нашей съемочной группы был продемонстрирован разработанный рациональными йогами Т-массаж. На фестивале была развернута выставка продажи оккультно-эротической литературы, древесных амулетов, тантрических сушек, зараженных любовью и других, по словам организаторов, возбуждающих изделий. Закончился фестиваль «Мужчина и женщина», пресс-конференции для журналистов и всеобщим гамланием. Мы вынуждены сменить три места для того, чтобы провести наши практические занятия. Это часть фестиваля. То есть фестиваль проходит при патронаже правительства Москвы, при поддержке Государственной Думы. И тем не менее происходят такие вещи. В прошлом году мы рассказывали о другой оккультной конторе, так называемом Независимом Межгалактическом Совете Иерархии Света в центре Рейки Кадуцея. Его руководительница, член союза предпринимателей при мэрии правительства Москвы и по совместительству посланницы небес также намекала на свои связи в московском правительстве, причем не только астральные. И вот теперь целый фестиваль оккультистов проходит якобы под патронажем правительства Москвы. Тут может быть одно из двух, либо лукавят йоги, либо кто-то из чиновников в московском правительстве и вправду слегка йогнулся. И это несмотря на то, что специалисты-психиатры давно уже предупреждают занятия йогой и тантрой даже в одежде для психики российских граждан небезопасны. Бедные йоги. Такой фестиваль под патронажем правительства Москвы и в итоге оказался в подвале московской школы. Но почему же все-таки отец Олег москвичи покупаются на восточную экзотику? Тантра, мантра, астрал, открытие чакр, поднятие кундалини. Вы знаете, я несколько иначе отвечу на ваш вопрос, то есть я понял, что вы хотите услышать, но я начну с того, что ко мне очень часто обращаются разные журналисты. И они спрашивают, а куда подевалась секта Омсин-Реке? Столько народу было много, до 30 тысяч собирали на проспекте мира в Олимпийском комплексе. Куда подевались другие запрещенные религиозные группы, которые одно время как бы вылазили из-под поля, те же сатанисты, там всевозможные там тантрические какие-то полукриминальные группировки. Куда что-то подевалось? Все это сейчас легализовалось в виде групп здоровья, в виде групп изучения восточных единоборств. Все это сейчас существует, и вот эти фестивали, наподобие того, что мы здесь видим, это как раз вот этот айсберг, он поднимается. Многие из этих сект, они не просто запрещены в нашей стране и никогда не получали регистрацию, например, они запрещены в Индии, во многих других странах, в том числе и странах западной демократии. И когда мы говорим о сектанстве, которое пытается как-то себя представить носителем древней восточной индийской ведической традиции, здесь надо быть очень осторожными. Почему? Дело в том, что это не индуизм, это неоиндуизм. Как правило, все эти гуру и восточные учителя приезжают в Россию и обещают посвятить российских граждан в индуизм. Но насколько это возможно на самом деле? С точки зрения классического индуизма это просто нелепо. Это все равно, что человека грузинской национальности хотят инициировать в русскую национальность или сделать узбеком. Я не знаю, как это можно сделать. Потому что в классическом индуизме человек рождается в определенной касте, в определенной семье, своими традициями, обрядами, религиозными представлениями. И для них совершенно нелепо то, что человек должен менять свою религию. Когда я беседовал с очень крупными индуистскими богословами, брахманами, они говорили мне прямо, что если Бог захочет, чтобы этот мусульманин стал бы вишнуитом или кришнаитом, это произойдет в следующей жизни. А в этой жизни пусть он будет добрым мусульманином. И был случай, когда я посещал в Индии один из индуистских храмов, и моим спутником был кришнаит. Так вот, его в храм не пустили. Это древний храм, историческое место, мне было интересно посмотреть фрески. Его не пустили, а меня впустили. Знаете, почему? У меня был крест на груди христианский, и они сказали, мне пояснили, что вы благодарный сын своих родителей, а этот, указали на этого белого кришнаита, подделка, неблагодарный сын своих родителей. Поэтому, когда говорят, что где-то проповедуется индуизм, это имитация индуизма. Одесса, Олег, вы часто совершаете миссионерские поездки по разным регионам России. Вот на ваш взгляд, какие религиозные движения там наиболее распространены, наиболее многочисленные? И я, вы знаете, как миссионер, я больше опасаюсь так называемой респектабельной религиозной группы. Я их больше опасаюсь. Мне приходилось посещать дальние регионы нашей страны, например, мы ехали на Сахалин, была миссионерская программа по благословению председателя миссионерского отдела архиепископа Иоанна, Белгородского и Староскольского. И перед поездкой туда нас запугивали, нам говорили, там какой-то всплеск кришнаизма, там столько во всех учебных заведениях. И что же я там увидел? Маленький дом в Южно-Сахалинске, в котором только пять инициированных кришнаитов, но еще несколько там бомжей приходят покушать просад. В то же время огромные молитвенные дома баптистов, переполненные, большой молитвенный дом и учебные заведения адвентистов седьмого дня, римокатолики активизируются и тоже хотят строить свой большой храм, и такая же ситуация по всей стране. Эти огромные молитвенные дома как бы состоявшихся респектабельных религиозных вот этих групп, они поражают. И наряду с этими такими монстрами зданиями, маленькие православные храмы, они всегда реставрированы. Вот здесь, я думаю, если мы готовы к честному диалогу, мы должны брать священное писание, беседовать с этими людьми. И у многих из них есть такое желание. Ну, о сектах сейчас в прессе популярно говорить, но вот о респектабельных движениях, о которых вы сейчас упоминали, такое ощущение складывается, что наложено некое табу. А ситуация печальная. Вы меня спросили о том, что в прессе существуют запреты писать об определенных религиозных организациях. Это правда. Когда проходил миссионерский съезд в Московской области, я видел двух журналисток из одной из центральных российских епархий, и они мне рассказывали о том, что они написали статью об веручении баптистов. Там не было каких-то клеветнических измышлений, стремления оскорбить их религиозные чувства, просто православные писали письма. Кто такие баптисты? Расскажите. И их вызвали на епархиальный совет и сказали нельзя писать баптистов. Они же не тоталитарной секты. Ни в чем предусудительным с точки зрения уголовного гражданского права они не замечены. У нас не было жалоб на баптистов никогда в нашем центре реабилитации. Никто не жалуется на адвентистов седьмого дня, на тех же самых пятидесятников. Мы с этим не сталкиваемся. Но с другой стороны, в деятельности этих организаций меня настораживает двойные какие-то стандарты. Например, есть баптистская идеология, упакованная для американского верующего. Ему внушают, ты должен почитать флаг своей страны, ты должен служить в американской армии. Есть капелланы баптистские, которые выполняют свой патриотический долг. и можно только завидовать усердию американцев, как они любят свою страну и как они хотят стремяться ее защищать. Но когда эта же идеология приходит на нашу территорию, то мы видим, что она упакована уже совсем иначе. Молодого человека ориентируют на мир западных ценностей. Было огромное количество случаев, когда молодые баптисты отказывались служить в российской армии, отказывались давать присягу, брать в руки оружие. И это было в других сектах. Почему эти двойные стандарты существуют? То есть если протестантизм американского образца, если протестантизм, который нам чуть ли не с парашютов сбрасывает сверху, как странную идеологию, чуть ли не подрывную идеологию. Вот странное дело получается, у всех этих сект и оккультных центров в России сейчас находится немало защитников и влиятельных покровителей. 29 октября в гостинице «Космос» прошла конференция под названием «Толерантность в современном обществе. Духовность как путь к взаимному согласию». Конференция была организована американской сектой Церковь Саентологии Хаббарда совместно с московской правозащитной хельсинской группой. Более всего нарушаются права тех верующих, которые отнесены к нетрадиционным конфессиям. Это протестанты, баптисты, пятидесятники, свящие риговые, адвентисты седьмого дня, это кришнаиты, это саентологи. В ходе конференции российские правозащитники дружно выступили в защиту иностранных религиозных сект, осудив при этом закон о свободе совести и русскую православную церковь. Бывший священник, а ныне раскольник Глеб Якунин принял нашу съемочную группу за саентологов и стал объяснять, как нам, саентологам, отстаивать свою религию. Всякий желающий услышать ваше слово имеет право к вам прийти и ваша организация вправе проповедовать свои идеи. Мы-то не церковь саентологи. Я не являюсь сторонником вашей программы. Слияние российских правозащитников с сектантами вызвало недоумение лишь у немногих участников конференции. Правозащитная конференция она одиозна по своему содержанию, так как люди стараются дестантироваться от этой сектой, которая уже сегодня пытается назвать себя церковью, только как кофе-бокши. Окружившие нас саентологи после непродолжительной перепалки пригрозили подать в суд. И вы не сможете это доказать, то нам придется разбираться с вами в суде. Каким образом? Если вы дадите что-то в эфир, которое не будет подтверждено реальными фактами. Папки на генеральную прокуратуру были найдены? Я не видела ни одной папки на генеральную прокуратуру ВГЦХа. На Сергею Шойгу. Я не хочу с вами разговаривать. Казалось бы, прямой долг правозащитников защищать права тех, кто пострадал от деятельности нетрадиционных культов. Но что мы видим? Сегодня российское правозащитное движение почему-то выступает на стороне религиозных сект, защищая духовных мошенников и аферистов. Отец Олег, как получилось, что правозащитники вдруг стали сектозащитниками? Я думаю, это то, о чем мы говорили, действие как раз двойных стандартов. Настоящий правозащитник это человек, который не может защищать какую-то одну религиозную идеологию или какую-то политическую идеологию. Он должен защищать права отдельно взятого человека. Наш центр реабилитации может предоставить огромное количество свидетельств о том, как нарушаются права человека именно в тех или иных сектах, когда человека вынуждают продать его квартиру. Внуждают. И другие члены его семьи, которые могут не принадлежать к этой секте, они оказываются просто на улице. Я думаю, что это не красит наших правозащитников. В общем-то, получается невеселая картина, но, отец Олег, кто, на ваш взгляд, сейчас реально в Москве может помочь тем, кто пострадал от деятельности религиозных сект? В Москве существует Центр Священного Мученика Ирины Леонского, существует Центр Реабилитации памяти Алексея Степановича Хомякова, который я возглавляю, Центр Шестоднев, Центр Святого Праведного Отца нашего Иоанна Кронштадтского. Работа ведется, и главная наша задача, это не сбор компромата, организация каких-то давлений, политического характера. Главная наша задача это разговор с Библией в руках, это попытка донести религиозную позицию нашего православного исповедования до тех людей, которые оказались в стороне далече от путей Господних. Спасибо, отец Олег. Уважаемые телезрители, мы надеемся и в будущем продолжать тему религиозных сект. И дай Бог, чтобы эти передачи хоть кому-нибудь помогли прозреть. Наша несовершеннолетняя дочь в возрасте неполных 17 лет попала в секту общества сознания Кришны. И вот уже почти 4 года мы сможем пытаемся вытащить ее из секты. Она мечтала стать актрисой, но ее мечтам не суждено было сбыться. Еще не окрепшая психика девушки под воздействием гуру сломлена. Все прежние увлечения Надежды Оксаны отныне подавлены сознанием индийского божества Кришны. Заброшена учеба в ВУЗе, а вместо нее в Хагавадгита, как она есть, распространение кришнаитской литературы в переходах метро, сбор пожертвований на строительство нового хадынского ашрама, и чтение мантры Харе Кришна 1728 раз в день. Знаете, она очень сильно изменилась. Вот из хорошей, доброй, милой девочки она превратилась в такую агрессивную девочку. Она как росточек, как растение, вот полные зомби. Я думаю, что она не видит ни голубого неба, ни зимы, ни лета, только преданность этому Кришне и постоянные моления. Один только Бог знает, что пришлось пережить Оксанинам родителям. Чтобы узнать, где по ночам пропадает дочь, пришлось даже нанимать сыщика. Было установлено, что девушку держат в качестве бесплатной рабочей силы на какой-то кришноидской фабрике на магистральном тупике. В один из дней Оксана ушла из дома и так и не вернулась. До сих пор. В поисках дочери мать отправилась в кришноидский ашрам на беговой. Надеялась, что их гуру Сергей Зуев сжалится, вернет Оксану. Но там ничего, кроме угроз, мать не услышала. Ее просто вышвырнули из здания. Зуев там отсутствовал, но я так понимаю, что я не знала этого человека, но я думаю, что это был тот же самый дедык. Он угрожал мне. Он сказал, все права на нашей стороне, вы ничего здесь не добьетесь. Я сейчас тебя здесь так отделаю, да я тебе ноги повыдергиваю. Он пытался меня спустить оттуда с лестницы. Все родители запуганы. Настолько запуганы, что боятся выступить по телевидению. Где сейчас Кришнаит держит Оксану, ни мать, ни отец не знаю. Во время последнего звонка от дочери в телефонной трубке слышны были детские голоса. Возможно, сейчас Оксана находится на одной из кришнаитских квартир, так называемой гурукуле. Присматривает за чьими-то побочными продуктами человеческого тела. Так основатель американского кришнаизма Шрила Прабхупада называл детей. Побочные продукты тела, не более. Рядовым членам Ашрама запрещено смотреть телевизор и вряд ли Оксана увидит сегодняшнюю передачу. Но все равно она должна знать, что нет никого ближе, чем отец и мать, которые будут бороться за свою дочь, которые все так же любят ее и ждут домой. Я хочу сказать, доченька, родная моя, вернись домой. Мы с отцом любим тебя и ждем. Мы всегда рады тебе. Возвращайся, возвращайся домой, мы тебя ждем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»